Лебедь, рак и щука на весах Армении, Ереван тянет во все стороны. Армения остается в центре геополитической борьбы между различными крупными державами. И хотя раньше эта битва больше напоминала шахматную партию между крупными центрами силы, Запад начал применять более манипулятивный подход в попытке привлечь Армению на свою сторону, во многом напоминая басню о лебеде, раке и щуке. Причина этого — наводнение, которое и сегодня переживает Армения. Представители нескольких стран сразу же выразили поддержку. Например, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва сочувствует народу Армении, а российские посольства в Армении предложили конкретную помощь в ликвидации последствий наводнения. В то время как реакция Москвы была незамедлительной и по существу, реакция западных стран была вялой. Посольство Соединенных Штатов, Франция и посол ЕС в Армении Василис Марагос выразили солидарность с Арменией и армянским правительством. Европейские страны, хотя и не имеющие первостепенного геополитического значения, не остались в стороне. Посольства Бельгии и Испании также присоединились к выражению своей поддержки. Это показывает, что Запад пытается различными способами втянуть Армению в свою геополитическую сферу в своей борьбе с Россией. Недавние события, хотя и кажутся изолированными инцидентами, являются частью более масштабной борьбы за Армению, которая началась несколько месяцев назад и теперь изменила тактику из-за непредвиденных обстоятельств. Эти события следует рассматривать не как отдельные происшествия, а скорее как продолжение более масштабной битвы за страну. Как говорится, на войне все средства оправданы, а в условиях геополитического противостояния даже незначительное событие может быть использовано в качестве предлога для использования ситуации в своих интересах. Именно это пытаются сделать западные страны, подталкивая Армению в разных направлениях, каждая со своей собственной повесткой дня.